но мы продолжаем продолжаем вот такая вот сакура правда уже уже как мы видим зеленые листья здесь появляется то есть все как бы тот ну как бы уже облетает она видно уже много-много облетела вот в принципе но не суть важно как бы еще много листьев ост этих лепестков точнее осталось вот белая вот розовая и так далее там и там подобные а там даже он свадебные фотки делают ха-ха прикольно ну что ж погнали дальше посмотрим вообще здесь интересно да я с этой стороны этого поля еще не ходил корейцы вы скажете чё там какая разница языки же одинаковые нифига подобного языки то разные и от корейцев и китайцев и японцев очень легко отличить по разговору так а фестиваль цветов вон там находится судя по всему мы к нему придем а там уже будет темно я так опасаюсь зато сакура поснимал я в этом парке первый раз сакура снимаю до этого я не снимал сакура что в принципе тоже достаточно интересно в принципе ничего такого необычного нету с другой стороны очень большие деревья не во всех парках какие деревья есть большие я узнаю шинджику есть парки которые йоги там еще парк есть в нем есть его и она есть большие такие деревья сакура как вот видите на огромный просто он даже собаки здесь тоже он огромный прям как питбуль конечно же это не питбуль так пушистые пуфики но мы идем дальше всякие всякие здесь как сказать ракурсы интересные есть где можно пофоткать поснимать и пофоткать но мы продолжаем мы продолжаем и в общем вот здесь находится фестиваль цветов здесь как раз но мы продолжаем продолжаем прошли эту ужасную музыку за которой на ю тубе банят и будем снимать вот здесь уже кстати закрывается тюльпаны это фестиваль цветов я напомню вот очень классные цветочки также сакура и вот есть маленькие большие цветы там вот были большие цветы но есть и мелкие цветы в принципе тоже красиво достаточно ну вообще как бы в принципе я не фанат этих самых цветов я их не собираюсь а дома там так сказать не рву ничего такое но поснимать красивый вид то есть как бы почему бы и нет кстати вот здесь никто тоже не рвет с цветочки все как бы на месте как вы видите здесь сюда нельзя заходить туда нельзя ничего там это самое фотографировать только отсюда то есть там там нельзя фотографируется с одной стороны это правильно я вам так скажу но с другой стороны кадры не очень получается с одной точки в принципе вот видно такую поляну там классно прям все в цветах все классно красиво выглядит в японии таких мест немного я вам так скажу если у вас есть возможность и вы приехали в японию например в апреле месяце или же там в мае месяце в начале и у вас есть возможность сходить на вот эти вот мероприятия фестиваль цветов там подобное обязательно сходите потому что парк сам по себе классный вход конечно же стоит денег потому что как бы фестиваль цветов это все-таки не благотворительная как говорится организация за это тоже тут но как бы деньги нужны чтобы выращивать эти цветы то есть ухаживать за ними оплата садовником и тому подобное естественно это все как бы стоит денежек вот сакура нападала тоже в принципе красиво так в общем ну расскажу немного про сам парк в общем находится он недалеко от станции тачикава я сюда приехал на мотоцикле парковка стоит для мотоцикла 260 йен плюс билеты 410 йен с человека в принципе не так дорого но и не дешево потому что как бы в другие парки в тот же самый например шинджику коэн стоимость билетов на порядок ниже то есть порядка 200 йен вроде того у них там очень интересны такие цветы да манго какое-то здесь еще как только не назовут хотя по факту те же самые тюльпаны вот так вот назад вот там вот так вот поле идет вдоль реки это все в цветах помнится мне тогда мы когда отдыхали здесь со школы жарили барбекю в то время как раз то же самое было вот фестиваль цветов и мы фоткали тоже пошли там прогуляться с этими с кем учились и на фоткали очень много фоток прям этого фестиваля но видео я тогда не снимал вот здесь написано что со штативом здесь не стоять чтобы тут это не задерживать очередь хотя я не знаю что здесь со штативом здесь вон как бы кадры то не особо так то хорошее но можно найти ракурс выдержку сделать может быть там сделали делали таймлап который сегодня значит такой прям у нас творческий день очень много цветочков пофоткать поснимать видосик в принципе норм что там кто там лазит эй ладно проехали вот же вот у нас на даче такие вот росли желто-красные тюльпаны тоже кстати очень редкие обычно они либо такие вот розовые розово-красные либо желтые о даже утки есть смотрите-ка да здесь то есть живность сюда прилетает или может даже здесь живет здесь вот тоже неплохая беседка те кто устал ходить могут присесть отдохнуть в принципе для для пожилых людей и для людей у кого там ну слабые ноги или какие-то там болеют они ну чем-то то вот могут там отдохнуть вот утки пожалуйста там видно вода прозрачная даже видно как грибут вот здесь тоже неплохой такой вот ракурс очень хорошо видно как эти самые как ту сторону так и эту сторону и можно пофоткать вот так снимаешь правильно вот так тоже надо снимать вот там мостики такие небольшие тоже через речушки а здесь вот как я говорил это еще в костях в предыдущем парке если кто смотрел видео там про цветение сакуры в этом году я вот говорил что вот опилками посыпать землю и ходить вот очень скажем так хорошо по ней не грязно ничего там идеальная поверхность для того чтобы ходить отдыхать здесь так ну мы пойдем наверно туда пройдем через этот через мост задолбали уже теперь лет полчаса осталось знаем что полчаса погода только распогодилась до этого жг пасмурно было вообще ужасно а вот эти белые камни не кстати впитывают влагу продаются в этом самом тоже как она называется в цветочных магазинах вообще так садовых магазинах для этого для горшков то есть вниз под горшок кладется туда или на дно горшка то как там используют и в принципе очень удобно она впитывает влагу и от этого корни не гниют у растения и очень и очень как бы помогает расти в общем вот там до этого я друга встретил вот он там ходил со своей девушкой по парку отдыхал говорил что нашел только желтые цветы а вот эти он не нашел как он говорил ну не знаю видимо он плохо искал хотя он здесь находится уже больше часа по парку гуляет и так и не нашел мы с ним разделились мы вроде как пошли сюда смотреть цветочки а он дальше туда пошел искать там где-то хотя я не знаю может быть найдет может нет вот даже интересно какие белые с розовым неплохой цвет цвет такой интересный или вон вообще такие вон цветы бархатистые ну блин что тут они не похожи чтобы это было тля вот у меня на зелени появилась тля тля это очень такая мерзкая штука петрушку мне кушает я петрушку выращу она мне и кушает сволочь ладно не суть важно я надеюсь она подохнет скоро все этом отравой набрызгал благо в японии очень много химикатов для этого кстати здесь я не вижу чтобы были воткнуты обычно втыкают в землю в такие вот как они называются бутылочки такие пластиковые с ядом или с удобрением и значит она все это в землю впитывается и в общем там начинается убийство этих всех насекомых внутри земли в принципе очень хорошая полезная штука стоит продать дофига денег вот эти бутылочки в общем вот такой вот парк такой вот фестиваль цветов в принципе в принципе но как бы я не жалею что я сюда приехал тем более девушкам нравится сюда если у вас есть девушка подруга там жена невеста неважно привозите мама там бабушка тоже привозите покажите очень хорошее место чтобы отдохнуть пожарить мясцо погулять в общем прям идеально особенно в хорошую погоду ну а с вами был дэн если вам понравилось обязательно подписывайтесь ставьте лайк а мы с вами увидимся в следующих видео до связи какие нырки там нырок 1 нырок 2 как лодка ну все увидимся а 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 и а а